Мы к этому шли, мы понимали, что первые годы, текущий год, следующий год, это будут годы переходного периода, когда придется показывать и комментировать не всегда позитивную информацию. В данном случае мы имеем лучшие результаты, чем все-таки были прогнозы, мы имеем порядка 40% успешного качественного исполнения АИПа, адресно-инвестиционной программы, к сожалению, более 20% у нас есть зоны риска неисполнения поставленных задач. И когда мы говорили вообще про саму программу, это означает, что выполняя эту программу и контролируя все мероприятия, это строительство школ, детских садов, это строительство дорог, это строительство спортивных сооружений, это газификация социальных объектов, объектов общего культурного назначения и просто газификация нашего жилого сектора всей области. Это задача, которая сегодня неразрывно связана с ростом качества жизни на территории Тверской области. И поэтому невыполнение АИПов, это означает замедление качества развития и темпов развития Тверского региона. Поэтому сегодня мы приняли такое решение, что все адресно-инвестиционные программы и проекты, которые будут не выполнены в текущем году, они будут иметь отражение в кадровых решениях, которые нам придется принимать по итогам реализации нашей адресно-инвестиционной программы. Поэтому часть объектов сегодня мы приняли решение не переносить на 2020 год и даем нашим уважаемым министрам, заместителям министров, главам муниципалитетов возможность все-таки в 2019 году завершить газификацию, которая была намечена, в том числе газификация социальных объектов. Даем возможность завершить стройки, которые были намечены на текущий год. Но мы понимаем, что если это не будет выполнено, то в общем последуют кадровые решения по данным вопросам. Поэтому я уверен, что все это очень хорошо понимают. И сегодня у нас, как вы знаете, уже изменилась и риторика, и изменилась аргументация. Если, когда мы с вами начинали трудиться в 2016 году, шел разговор о том, что, вы знаете, нет денег, а мы это не можем сделать, нет финансирования, то сегодня, благодаря решениям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, благодаря решениям правительства Российской Федерации, нашей в каком-то смысле настойчивости, мы в 8 раз увеличили объем финансирования данных объектов. Не на 8%, а в 8 раз. То есть это далеко за несколько миллиардов рублей. И когда эти деньги выделяются на газификацию, на строительство школ, на строительство спортивных объектов, и мы видим, что вовремя эти объекты не сдаются, либо нам говорят, а давайте перенесем еще на год. Слушайте, ну, во-первых, у нас есть сроки, которые нас население наделило полномочиями, у нас есть планы, которые были синхронизированы вместе с населением, это все обсуждалось на встречах, мы объехали всю область, побывали в каждом районе. И когда нам, так сказать, министр говорит, а вы знаете, и начинают стараться объяснить, почему это не произошло, ну, собственно говоря, мы в таком сюжете должны просто определиться, что если не можете работать в темпах и в сроках, которые мы ставим, ну, значит, будем смотреть, кто может работать и кто будет нам выполнять. Потому что, как мы говорили, что наша область должна войти в пятерку субъектов ЦФО по развитию, и мы это публично объявили, говорили об этом, так сказать, прилюдно, да, и сегодня говорили, что вы знаете, ну, может быть, там не в пятерку, может быть, в десятку, может быть, там в 15 субъектов, ну, это не соответствует нашим целям и задачам. Поэтому всех сегодня мы, так сказать, я думаю, уведомили о том, что надо подтягиваться. Ну, кто не успевает подтягиваться, значит, до нашего обозначенного уровня, ну, будут заниматься другой работой в другом месте и в другом составе.